Я рада, что гостем в студии сегодня является Яков Кедми, бывший руководитель спецслужбы «Натив», но человек, к которому прислушиваются не только по вопросам разведки, исследований, расследований. С ним действительно всегда интересно поговорить. Яков Иосифович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Давно не виделись. Я бы хотела начать беседу с вопроса, вот как раз с войны. Вот только войны вакцин. Я не знаю, как в Израиле обстоят дела, но, наверное, вы нам расскажете. Но в Молдове мы точно понимаем, что у нас идеологическая война идет против спутника, против всего, что произведено в Российской Федерации. И если есть закупки официальные, то это могут быть только закупки вакцин, которые прошли уже полностью все стадии апробации Всемирной Организации Здравоохранения. и только слепые не видят в этом идеологическую составляющую. На мировом уровне можно ли говорить, что сейчас, в данный момент, идет война вакцин, война против вакцин? Ну, война вакцин, она идет в двух плоскостях. Одна, очень такая естественная для того мира, который ее начал, война за деньги. Рынок вакцин против коронавируса, он огромнейший. Это десятки, если не больше, миллиардов долларов. И поэтому, за то, чтобы укрепиться на этом рынке, и получить максимум прибыли, и вытеснить конкурентов, ведется обычная война, как она всегда ведется, за любой рынок сбыта. Волчий, зверский закон прогрессивного демократического капитализма. Кто сильнее, кто ловчее, кто подлее, тот и идет. И вот идет эта война вакцин. В дополнение к этому, все, что касается России и Китая, это политическая война. Россию надо зажимать, ограничивать, не давать развиваться. И поэтому все, что идет от России, рассматривается как политическое оружие. Оно же доказывает несостоятельность претензий к России или обвинения. Поэтому идет война против российской вакцины. Она, с одной стороны, более чем конкурентно способна с другими видами вакцин. А, во-вторых, она же мешает распространению западного демократического влияния. Оказывается, вирусы, они очень чувствительны к демократическим вакцинам и антидемократическим вакцинам. И поэтому нельзя травить и бороться с вирусами антидемократическими вакцинами. Только демократическими. Во имя победы демократии. Если поэтому, при этом помрут, подохнут несколько сотен тысяч человек, ну это же во имя демократии. И вот так она идет. Не кажется ли вам, что это... Россия сделала свою вакцину первым в мире. И сколько грязи она вылилась на эту вакцину, трудно измерить. Потом оказалось, что все это вранье. Наглое. Вакцина нормальная, хорошая. Действует, эффективно распространяется. Но надо, но нельзя же этого допустить. И поэтому ведет война. И как во всякой войне, есть союзники, есть сторонники. В этой войне союзников и сторонников покупают. Подешевле, подороже. В Молдавии, на Украине, в Грузии, в других странах. Покупают. Говорят, вы их, ихнюю вакцину не пускайте. Мы вам свою дадим. Когда до вас очередь дойдет. Но их нельзя покупать. Потому что это же идеологическая диверсия. Если антидемократической вакцины лечить людей, значит, они не будут так верить в те демократические ценности, которые распространяет демократическая вакцина. Поэтому ни в коем случае не смейте. И вот результат в Молдове, результат на Украине, результат в других странах. Ну, так мир устроен. Кто на эту дуночку попадается, чтобы они были здоровы. Может быть, когда-нибудь народы, которые пострадают из-за этого, предъявят счет своим правителям. А может и нет. Зависит от того, будет ли кому предъявить. Чем больше их нагибаешь, тем они более довольны. Тем больше их обманывают, тем больше довольны. Я не знаю. Есть соревнования в мире между Молдовой и Украиной. Кого власть больше обманула? Кого она обманывала наиболее низким способом? Кого она ограбила больше? И вот эта борьба за первенство между Украиной и Молдовой каждый раз новый круг. То в Молдове до сих пор еще миллиард долларов ищут. И виновных ищут. А на Украине вообще не ищут. Но не важно. И с вакциной это результат той же самой политики. Народ, который себя отдает так нагло, так дешево, обманывает. Ну, чего же проще и надуть его на вакцине? Ну, так помрут еще. Какая разница? Но это попахивает геноцидом. А? Это попахивает геноцидом. Геноцид – это преднамеренное уничтожение какой-то группы населения. А тут не преднамеренное. Просто безразличие. Люди, может быть, они и люди, но они второго сорта, третьего, четвертого. Кому дело в Вашингтоне или в Европе, или в Совете Европы, до жителей Молдавы? Молдава или кто-то там, какая разница? Это полуцыгане, а цыгане – это же вообще не люди. Для них – да. Ну, так, ну, умрут, умрут. В Индии умирают, в Йемене умирают. Ну, и в Молдаве. Ну, так умрут, умрут. Ну, хорошо. Ну, во имя демократии. Упаси, Господи, дать им антидемократическую акцию. Только нашу. Когда она придет? Пусть стоят, ждут в очереди. До цыгана или после цыгана, или вместе. Я ничего не имею против цыган. Просто отношение в Европе к цыганам, оно самое зверское, самое мерзкое, самое циничное. Речь идет только о политической войне. Или экономическое. Не стоят ли за этим... Я сказал, первое, первое, это то, на чем стояла и стоит западная демократическая цивилизация. Деньги, деньги и еще раз деньги. Свои деньги. И вообще деньги. А конкретные, которые нам в карман пойдут. И во имя прибыли, можно делать что угодно. Идти на любое преступление, на любой подлог, на любой обман. Можно начинать любые войны. Все войны-то шли, из-за чего? Из-за денег. Только из-за денег. Все. Вы провакцинировались уже? И как вы относитесь к вакцине в принципе? В принципе, я отношусь к вакцине. Я родился и вырос в Советском Союзе. Вакцина – это то, что я помню с детства. Прививки. Прививка такая, прививка такая, прививка противоспы, прививка. Ну, естественно. Я привык смотреть на людей, которые говорят, не хочу вакцину, как на диких, привитивных людей, которые не вышли из первобытного состояния. Если бы не прививки, по-моему, человечество сейчас бы не видно. Пусть те, кто родились в Советском Союзе, посмотрят на свою, по-моему, на левую или на правую руку. Где была прививка? Противоспы. Пусть посмотрим. Противотобилоза были прививки. Я не говорю уже про вакцины против чумы, холеры и прочее. Вакцина – это вещь естественная. Для этого ее люди выдумывали. Вакцина против полиэмилита бы. Половина бы сейчас на колясках сидела. Это вакцина. Другое дело, какая это вакцина? Насколько она эффективна? Насколько она проверена? Это другой вопрос. И вопрос – есть разные вакцины. Например, есть вакцина против гриппа. Хочешь – делай, не хочешь – не делай. Пожалуйста. Но вакцины против оспы никого не спрашивают. Потому что если кто-то заболеет гриппом и заразит еще, ну хорошо. А оспы, извините меня, это уже бактериологическое оружие. А с ним уже обращаются совершенно по-другому. Это не насморк. В Израиле вакцинация обязательна? Или ты можешь выбрать? И выбор вакцин существует? Нет, в Израиле, в Израиле она не обязательно, она свободна. Кто хочет, то нет. В Израиле у нас уникальное государство. И тут нам, как говорили вместе, недалеко от вас, дико повезло. Оказывается, создатели еврейского государства еще до того, как государство было создано, поскольку они были все социалистически настроены, они сказали, что одна из основных обязанностей государства, даже когда он строится, это забота о здравоохранении. И создали систему больничных касс. И она осталась и развелась после государства. И сегодня все граждане Израиля, каждый в какой-то больничной кассе. Есть несколько видов, каждый по своему вкусу. Но у каждой находится под наблюдением больничной кассы. Поскольку эти больничные кассы были серьезно организованы, в каждой больничной кассе на каждого человека есть вся история болезни. И уже 40 лет она вся на компьютере. И вдруг, когда Pfizer рассматривали, или другие фирмы рассматривали свою вакцину, правильное глубокое исследование вакцины должно занять 5 лет. И проверить все воздействительные варианты. Вдруг казалось, Израиль уникальный, потому что это единственная страна, в которой можно получить все данные о вакцинированных, о всех их болезнях, о истории 30-40 лет назад. И эти данные стоят огромных денег. Потому что работа, чтобы это делать, должна занять до 5 лет и стоить миллиарды долларов. Поэтому они решили, мы превратим Израиль в лабораторию. Небольшую. Мы дадим им столько вакцин, сколько ему надо. Продадим. Втридорого, но неважно, продадим. Зарабатывать всегда надо. Так, чтобы почти все население вакцинировалось. А тогда мы будем получать за это, Израиль нам даст все медицинские данные всего населения, которое прошло и не прошло вакцинацию. И мы в течение нескольких месяцев получим те научные результаты, которые мы не успели получить раньше, через 5 лет, с огромными затратами, и не уверены, что такое случилось. И поэтому Pfizer решил и дал нам столько вакцины, сколько нам надо. И сегодня уже, примерно через 3-4 недели, у нас 75% всего населения будет вакцинировано. А старше 50 лет порядка 90%. И данные медицинских людей, пойду в Pfizer, и они сделают правильную научную обработку. Поэтому нам и продали эти вакцины раньше, чем их начали продавать, и вне всяких квот на все другие страны, включая свою собственную. И мы уже заканчиваем полную вакцинацию. Ваши данные будут в числе тех 90% людей, которые старше 50 лет, и которые попадут в базу данных Pfizer? Если больничная касса даст, что я могу сделать? То есть вы провакцинировались, вы наконец ответили на вопрос, который я задала. Даже если бы я не провакцинировался, потому что данные сравниваются. Все вакцинированные с одной стороны и не вакцинированные с другой. То есть мы должны знать все данные. А иначе без сравнения трудно прийти к правильным результатам. Поэтому все данные медицинские. Теперь вопрос, попадут ли там только медицинские данные или нет. И какие медицинские данные? Например, генетические анализы попадут или нет? А генетические анализы имеют очень большое значение. Я только дам небольшой намек. В России три года назад приостановили работу наивных искателей, помощников медицинскому развитию. Которые собирали данные генетические о различных группах населения территории России для своих американских заказчиков. Только заказчиком было центральное разведывание управления. То есть генетические данные, они имеют колоссальное значение с точки зрения уже не здравоохранения, а с точки зрения разведки и на кого она работает. Но я не знаю, тут в данном случае нас не спрашивали. Вопрос решен. Те, которые заботятся о безопасности Израиля или о правах человека, ну, пожалуйста, пусть они выступают там, где они могут, пока им не заткнут рот. Дело сделано. Вакцину получили. Я думаю, что безопасность Израиля от этого не пострадает. Если от этого пострадают личные самолюбы тех или других, ну, пусть они с этими страданиями и живут. По поводу всемирной вакцинации. Не так давно прошла Мюнхенская конференция по безопасности. Разумеется, там обсуждали, в том числе, ситуацию с ковидом. Глава ООН говорил о том, что на самом деле вакцинировать нужно не только жителей развитых государств, но обязательно необходимо пойти и в страны третьего мира, потому что есть вероятность, что люди зажиточные все будут получать свою прививку. А вот в этих оставшихся странах вирус может мутировать и прийти в новом виде, ну, вот в такой процветающий мир. Как вы думаете, благие пожелания ООН будут ли услышаны теми, кто выступал там по 15 минут на Мюнхенской конференции? А платить кто будет? А платить кто будет? Кто согласен платить за Африку? Кто согласен платить за Латинскую Америку? Вон катастрофа Бразилии. В чем катастрофа Бразилии? Она похожа на американскую. Там два друга, два приверженца американской экономики и демократии. И катастрофа похожа. А кто будет платить за это? То есть то, что сказал уважаемый представитель ООН, он прав. Но где ООН, а где человеколюбие? А где жалость падших? А где сострадание? Если за это никто не будет платить, так это и останется. Это очень дорогостоящая операция. Пока на ней можно заработать, очередь желающих огромная. И все дерутся. Каждый ставит друг другу подножку. Каждый хочет что-то уворовать. А если это только расходы? Посмотрим. Яков Иосифович, страх это лучший вариант открыть кошелек тех же богатых людей. Если их запугать, страны, процветающие тем, что к нам придет мутировавший вирус, может быть они и выложат средства для того, чтобы привить слабо развитие государства? А чем их запугать? У них остановят вирус. Они вакцинированы. У них люди вакцинированы. У них лекарства будут. У них врачи будут. Им что? Ну, им же сказали, что будет мутировать вирус, что-то новое к ним придет. У него интересная структура. Об этом из-за псевдодемократических соображений предпочитают молчать. В Соединенных Штатах большинство заболевших коронавирусом и умерших от него, что они не белые. Они цветные. И в Европе тоже цветные. А почему? Это генетическая проблема? Или это социальная проблема? Ну, опасно же этого касаться. Нужно кричать со всякими лозунгами. Но углубляться в эту проблему и решать ее зачем? И вот молчат все. Африка-то она черная. А Латинская Америка тоже цветная. Да и в Соединенные Штаты, да и в Европе достаточно. А кому до них делать-то есть? Ну, вот у меня в студии была гость, которая является фармацевтами. Она международный консультант в области здравоохранения. Она говорила о том, что у всех вакцин совершенно разные показания и результативность. Вот как раз в зависимости от генетики и в зависимости от расы и национальности. Это удивительно. А вакцины разные. Они на разных основах. Насколько они будут эффективны, еще никто не знает. То есть есть результаты высокой эффективности, допустим. первых вакцин это спутник, файзер, модель. Есть проблема с астрозаникой. В отношении других вакцин не ясно. Но это только на первый взгляд, на первый период. Никто не знает. Вакцина, она вакцинирует, то есть предохраняет заболевания на год. На полгода, на два года. У гриппа надо делать вакцину каждый год. Второе. Этот же вирус, его скорость мутации в геометрической прогрессии. И чем шире он, тем больше условия способствуют разному мутации. Будут ли вакцины устойчивы или эффективны для новых мутаций, которых никто не знает, как и что будет. Грипп из панки до сегодняшнего дня мутирует. И сегодня вирусы гриппа, они уже другие, чем были год назад. И прививки надо делать. Но с другой стороны, что получилось, допустим, в Израиле? Из-за коронавируса почти не было вспышки гриппа. Почти не было. Почему, опять-таки, я не врач, я не знаю. Но вопрос интересный. Так что, насчет вакцин мы знаем, что надеются врачи, что на полгода их хватит. Когда пройдет полгода достаточной группы вакцинированных и проверят, сколько у них есть антител, достаточно или нет, тогда можно идти дальше. И потом посмотрим, что будет с новыми мутациями. У меня еще один вопрос по информационной войне, как раз вакцинной. Появилась информация о том, что вполне возможно большая информационная атака на спутник ВИ с рассказом о якобы неэффективности, опасности вакцины и даже возможной инсценировке массовой гибели людей якобы в результате использования препарата. Вот что у нас так все плохо с порядочностью, когда речь идет о жизни человека? С порядочностью все хорошо, а ее нет. Какая порядочность? У кого? У тех, кто распространяет эту ложь до сегодняшнего дня. Если собрать все тысячи сообщений, которые эти порядочные распространяли в мире, нет ни одного, которое бы не оказалось правдой. Все были ложны, абсолютно. Потому что все сообщения были отрицательные, положительных нельзя, не дай бог. И все оказались ложью, более грязной, мелкой грязью. Все абсолютно. Ну, они будут и дальше распространять что угодно, любые слухи. Ну, для этого их система дезинформации работает. Для этого есть платные товарищи, которые готовы за эту информацию, за эти деньги сделать что угодно. Даже в ущерб своим народам. Мы с вами затронули тему Мюнхенской конференции. Она прошла в феврале. И вроде как время с того момента уже так пролетело. Тем не менее, она ведь уникальная в своем роде. Потому что впервые она проходила онлайн. Вместо трех дней, каких-то там три часа. Очень короткие, такие сжатые выступления. Насколько вы считаете, была знаковой или интересной Мюнхенской конференции? Есть ли до вас какие-то поворотные выступления, вот прям вот откровенности, откровения от власть придержащих? О чем была конференция? Кто-то ее помнит? Вот, я как бы вот про вакцинацию говорили. Ну, поскольку от нее в человеческой памяти и через пару месяцев ничего не осталось. Значит, она не имеет никакого значения. Вот был Довозский форум, в который всегда все средства информации собираются. Дерутся, кто туда поедет, как оно будет. Телевизионные компании, радио, все передачи, как, что, кто, как был одет, кто кого одел, кто кого раздел, где, что. Все хорошо. Что там было? А что было на прошлом? А что было на позапрошлом? Есть какие-то, существуют какие-то формации, которые давно уже умерли и жили себя. В Довозе была такая группа «восьмерка». Кто-то что-то может о ней сказать? Она выродилась в семерку, и кто-то что-то о ней может сказать сегодня. Какие были решения? Ну, кроме как перебранка между... Единственное, что могут запомнить, перебранка между Трампом и Меркель. Это была. И красные носочки этого президента Канады. Все. Ну, пустая, абсолютно лишенная какого-то смысла, какого-то значения. Это платформа для чего? Для обмена мнениями? Никто там никого не хотел слушать. Это для каких-то серьезных, стратегических, международных высказываний? А кому они не интересны? В лучшем случае, кто-то что-то работал, сказал. Ну, он же говорил перед глухими. Ну, не просто перед глухими. Но перед глухими, которые полностью идиоты. Они ничего не слушают. Они с трудом слушают сами себя. То есть немцы не слушают французов. Французы не слушают англичан. Никто не слушает Россию. И с интересом слушают и усмехаются американцы. Все. В общем, Байден вот сказал о том, что Америка возвращается. Куда она возвращается? С какими посылами она возвращается? Ну, вроде как собирается ближе быть к Европейскому Союзу. И более плотно противостоять Российской Федерации, которая якобы каким-то образом пытается разобщить Соединенные Штаты и Европу. А вот вы видите, в чем Россия... Как выглядит тот осиновый кол, который Россия якобы пытается воткнуть между Соединенными Штатами и Европой? Это Северный поток-2? Что еще? Во-первых, Байден сказал, что это вещь, которая в природе не существует. Байден прочитал. Сказать не читая, он не может. Потому что не читая, он не может произнести что-то, что является логической связью слов. То есть, звуки он произносит. Иногда за этими звуками есть какие-то слова. Никакой связи между словами нет. Теперь, если он сказал, возвращается... Извините меня. Это... Приходится пользоваться этим определением. Это человек, страдающий старческим слабоумием. Прогрессирующий в форме. Который с трудом ходит. Он может повезти Америку. Он не знает, где он находится. Он не знает, куда идти. Он не может ходить. Он ничего... У него связь с действительностью отрывками и частично. Кого этот несчастный человек, которого посадили, прогнали на этот пост, только чтобы убрать Трампа, может повезти Соединенные Штаты Америки? И кто пойдет за этим маразматиком, извините меня, кто поведет свою страну за ним? То есть, то, что Байден сказал, все. Куда Америка возвращается? Он может вернуться вообще, если он выйдет из дома. Он найдет дорогу домой? Он домой вернуться не может. Он не знает, в каком городе он находится в данный момент. Он не знает имен того, кто с ним говорит. Он не помнит имя человека, с которым он разговаривал две минуты назад. Он не знает, где этот человек работает и вообще, что он возле него делает. Это же... Он демонстрирует каждый день. Его окружение боится, чтобы, не дай Бог, он сказал самостоятельно две фразы. И поэтому говорят, молчи. Молчи, за умного сойдешь. Издавай какие-то звуки. Улыбайся. Старайся ходить нормально. Не как человек, который идет уже, не дай Бог, куда мы все придем. Но он слишком быстро туда идет. Я как раз держусь, для того, чтобы не смеяться в голосе. Я говорю то, что я вижу. Каждый день, каждый день новый позор. Как этот несчастный человек, как страна поставила его вокруг. Я помню, как мы все смеялись. Брежнев, скажите. Брежнев, Черненко. Я надеюсь, что Байден ходит с пеленкой, не как Черненко, который мочился. Иначе же позор будет. Я вас должна выслушать и серьезным лицом. Это сложно. Чем дальше, тем сложнее. Я знаю людей, которые были возле Черненко тогда. Ну так всего хорошо. Америка достигла великого. Она дошла уровня Советского Союза с точки зрения деградации руководства, который Советский Союз, которого давно уже нет, прошел при Черненко. И он уже переплюнул Черненко. Черненко мог говорить. Он мог говорить связанные фразы, что-то. Он еще заучился. Этот не может. Он может только читать. Хорошо, что он читать может. Яков Феоевич, а вообще-то помнится вот в этой линии, ну вот череде генсеков, которых вы перечисляете, как-то после этого появился уже Михаил Сергеевич, началась в стране перестройка. Соединенные Штаты тоже могут ждать перестройка? В Советском Союзе говорили, сначала будет перестройка, потом перестрелка. В Соединенных Штатах наоборот. Пока у них были перестрелки. Докатятся ли эти перестрелки до перестройки, или они перейдут в перестрелки на более высоком уровне развития американской демократии, я не знаю, я не знаю. Одно ясно. Соединенные Штаты сегодня не экономически, не политически, не в состоянии сохранять ту систему, которая их до этого довела. Как они будут выходить из этого, я не знаю. Сможно строить теории, разные. Об этом, это отдельная тема. Но то, что сегодняшнее руководство Соединенных Штатов неадекватно проблемам, перед которыми стоит эта страна, и внутренним прежде всего, но и внешним, это совершенно ясно всем. И результат это то руководство, которое было. Не то, что до него президентом был высококультурный философ, который разбирается в политике. Но то, что действительно происходит, вопрос сегодня, а что будут Соединенные Штаты через полгода? Кто будет стоять во главе Соединенных Штатов? Кто будет руководить Соединенными Штатами? Кто сегодня руководит, не ясно. А кто будет тогда руководить Соединенными Штатами? Сегодня переходный период. От Байдена к следующему. И вот что эта дама будет представлять? Чем она будет руководить? Мировой державой? Ну, она отличается от специалистки по котлетам из Беларуси. Не надо сравнивать. Она более эффективная. Она самостоятельная. Но достаточно ли это для того, чтобы руководить Соединенными Штатами? Чтобы руководить мировой державой? Чтобы вести за собой всю демократическую прияду? Включая Европу. И какую Европу? Куда он их будет вести? Что происходит сегодня в главной стране Европы? Партия фрау Меркель уходит. Ее партия терпит одно поражение за другим. Один скандал за другим. Кто будет управлять этой Германией завтра? Кто-то может сказать. какая будет политика у Германии? Или вообще будет эта политика? Или это будет государственная политика? Или это будет мелкая политика различных политических групп? Один из Баварии, а другой из Саксонии? Какая разница? А Франция? А Великобритания? С начала года экспорт Великобритании упал на 40%. Вышли из Европы. Поздравляем вас. Теперь вы независимы. Самостоятельно. Можете тонуть самостоятельно. Подождите, пока американцы вам бросят спасательный круг. Если они его найдут. Куда Европа будет возвращаться? Куда Соединенные Штаты будут возвращаться? В какой мир? Тот мир, который был, его уже нет. Его уже нет. Да, есть основная цель у Соединенных Штатов. Стратегическая цель. Которая для них является основной целью для сохранения своего положения в мире. Они думают, что у них есть 10 лет покончить с Россией и взяться за Китаем. Вот. Опять же... Потому что без Китая, без России Китай не выдержит американского давления в течение ближайших 10 лет. Через 10 лет они считают будет поздно. У меня для них новость. У них нет 10 лет. У них с трудом есть 5. У них с трудом есть 5. И в отношении России, и в отношении Китая. И вот они сейчас пытаются как-то истерически сделать. Но Байден прочитал одно важнейшее заявление, которое будет иметь колоссальное значение. Он сказал, Соединенные Штаты мы больше не будем пытаться военным путем менять режимы в других странах и заставлять их менять свою политику. То есть сегодня уже Соединенные Штаты пришли к выводу, нет способности военной силы у Соединенных Штатов в первую очередь за Россию, во вторую очередь за Китаю. Но не только. Пытаться военным путем устанавливать свои режимы, как они привыкли за всю свою историю. Сначала в Атинской Америке, а потом во всем мире. Каким другим способом? У них остаются только два вида средств. Один это экономическое, а второй то, что называется цветные войны. Для экономического давления должна быть сильно развивающаяся экономика. А пока американская экономика сильно не развивается. То есть если да, то с точностью наоборот. Вот все объявили с радостью хлопая в ладоши все приспешники американцев о том, что вот американцы выделили огромные суммы для поднятия экономики. Пока количество рабочих мест каждый месяц сокращается на сотни тысяч. То есть разница между рабочими местами, которые закрываются и которые открываются в два-три раза больше. Закрываются восемьсот тысяч, новых открываются триста тысяч. Это пока сегодня. И те суммы, которые выделяются, огромные суммы. Сейчас видели, полтора триллиона долларов. Это Кремль? Хуже. Это высшее начальство. Внуки. Высшее начальство. и эта сумма из нее, из полтора триллиона долларов, 30-40 процентов пойдут непосредственно на людям. Остальное в Молдавии, как хорошо это знают, пойдет на всякого рода корпорации, компании, финансовые компании. А проще разворуют. Но в Америке не разворовывают. Это просто финансовые операции. Это в Молдове воруют. Нет, Яков Восифович, знаете, как сейчас называется? А вот в Соединенных Штатах это называется финансирование государства. Это не воровство. Это воровство в законе. У нас это называется наконсультируют, потому что у нас количество советников ну просто неимоверное нынешнего руководителя администрации президента, потому что все-таки у нас парламентская республика. Но сын Байдена тоже был советником на Украине? насоветовали, так насоветовали. Я же говорю, наконсультируют. Тот-то хотя бы ничего не советовал. И то, слава Богу, то есть большинство этих советников, если они только будут получать зарплату и тратить ее, и то пользу, потому что если они будут тратить это в Молдове, то кто-то от этого все-таки получит, начиная от всех видов обслуживающего персонала и кончая другим. Но если они, не дай Бог, будут что-то советовать, вот тогда будет настоящая катастрофа. Как думаете, нового Навального России сочинят? Нет, Россия не сочинят. Нет, не Россия сочинят, а для России. То есть для России. Да, для России. Они могут рисовать что угодно. Дело кончилось. В России на свой лад очень хорошо поняли китайский пример. И я уже говорил, помните, когда вы были намного моложе были волнения в Гонконге? Помните? Кто это помнит уже? Где, какой Гонконг? Там тишина. Все ходят с китайскими флагами. Где эти мальчики, которые бегали с американскими флагами? А? Тихо. А вы помните? Давно, 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 где-то после, где-то то ли во время Первой мировой войны, то ли после Второй войны, в Тибете были огромные волнения. А? Да даже вы помните только исходя из исторических каких-то экскурсов. Да, вот, вот, не прошло и года, и в России решили то, что младшие, но более опытные китайские товарищи делают, мы это тоже можем делать, правда, на российский лад. Все. в России дальше будет тихо и спокойно. Тихо и спокойно. То есть Навальный может сейчас выступать сколько ему угодно. Пожалуйста. Он может попытаться в своем бараке что-то объяснить своим сотоварищам. Все. А то, что будут делать за пределами России, пусть сделают. Я думаю, мне почему-то кажется, что это вакханали электронных платформ Twitter, Google и прочее идет к концу. Их поставят на место. Их поставят на место. В отдельно взятой стране? И в отдельно взятых странах тоже. А может и дальше. Это уже другое. И если они не поймут это, им будет очень больно. Очень неприятно. Только потом они будут мить соплями и говорить, за что? Мы же хорошие, мы не хотели. Как всегда в таких. Мы не это имели ввиду. Но никто больше не будет терпеть того беспредельного хамства, разбоя, который они ведут. Они больше не будут платформены для того, чтобы возмущать население в Египте, в других странах, в Египте, в Ливии, в Сирии. Им это удалось. На Украине это им удалось. В Белоруссии попытались. Молдова, Грузия, Армения удавалось. Лавочка закрывается. Лавочка закрывается. Я знаю, что вы очень внимательно относитесь к любым националистическим выпадам и историю Молдовы. Вы знаете не просто по статьям, но вы здесь бывали не раз и не два, в том числе в 90-е... Слишком мало, слишком редко, слишком давно. Согласна. Будем работать. В 90-е годы вы тоже ведь здесь бывали, вы прекрасно помните те настроения, которые здесь царили. Так вот, при нашем новом президенте давайте я просто перечислю несколько фактов. Первое, например, сторонники Майсанду в день выборов преградили дорогу жителям Приднестровья, гражданам Республики Молдова к местам голосования. Далее у нас, ну вот на этой неделе у нас объявлен траур по человеку, который в 96-м году написал, что в смешанных семьях 60-70% рождающихся детей являются психически неполноценными и никогда в смешанных семьях не бывает гениев, не рождается. К нам президент перестала обращаться на русском языке, на болгарском, на гагаузском, на украинском. К чему ведет вот такое методичное вот прокладывание пути? Что вы, человек с огромным опытом и с умением наблюдать и делать выводы, прогнозируйте для Молдовы, что будет дальше? В Косово. В Косово. Вот и все. То, что происходит сейчас в Косово, тот же патент. Формально не присоединяясь к Албанию. Но в Молдове разница, что в данном случае, что похоже на Косово, это румынская власть в государстве Молдавии, над молдавским народом, который осуществляет румынка, которая пришла к власти на голосах людей, не живущих в Молдове. Ее привели к власти те, кто в Молдове не живут. Причем отбор был селективный. Граждане Молдовы в Германии должны были голосовать. А вот граждане Молдовы в Приднестровье нет. И вас ведут спокойно к варианту Косово. Но только в Косово албанцы против сербы. А у вас румыны против Молдаван. Которые насильно проводят руманизацию молдавского народа. Если молдавский народ согласен быть румынами, кто ему в этом воспрепятствует? Никто не будет добиваться для молдавского народа своих национальных прав, когда он хочет, чтобы румыны установили румынскую власть, румынскую культуру, румынский образ жизни в Молдавии. То есть вы считаете, что все-таки впереди присоединения? В Румынии молдаване всегда были третьего сорта. После молдаван были цыгане. И все. Они хотят этого положения? Ну хорошо. Пожалуйста. То есть вы считаете, что впереди объединение? Фактически с Румынией? Так же, как Косово не объединяется с Албанией, так и тут формально нет. Формально нет. Де юра нет. Де факто да. Как сегодня, например, Батуми. Это турецкий город. Но он находится в Грузии. Формально в Грузии. Но город-то турецкий. То же самое у нас. Только разница немножко Турция все-таки более развитая, более богатая страна, чем Румыния. Румыния сама стоит протянутой руку. Но это другой вопрос. Спасибо большое, Яков Фоевич, за эту беседу. Я приглашаю вас ближе к майским праздникам. Мы оба человека с пиететом относящиеся к 9 мая, к празднованию. Я думаю, нам есть о чем поговорить, о том, как переписывают историю, о том, как относятся. Насколько мы имеем право сейчас говорить со своим вот этим набором толерантных воззрений? Мы имеем право. Я никогда не спрашивал право у кого-то своего права говорить. Мне моего права дано от рождения и я и моими генами. Я вас точно не лишаю этого права, как и все наши телезрители, которые с огромным интересом будут ждать продолжения нашей с вами беседы. Так что встретимся, как потеплеет у нас, а у вас, судя по звукам, уже за окном тепло. Очень. У нас тепло, нормально, все хорошо. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. Успехов вам. Всего хорошего.